Краевой эксперимент провели на краевой инновационной площадке. В Сочи это центр дополнительного образования хоста. Идейным вдохновителем необычного образовательного турнира выступил доцент Кубанского госуниверситета и по совместительству научный руководитель ЦДО. Владлен Игнатович отмечает IQ школьника сегодня не зависит от оценок в дневнике. Специально подготовленные эксперты и пришедшие гости, они как раз будут на детей смотреть не как на школьников. Потому что когда мы смотрим на школьника, нас интересует, чему его научили в школе. А здесь мы будем на них смотреть как на людей, как на граждан, как на будущих профессионалов. И задача в том, чтобы вот здесь и сейчас в неожиданной творческой ситуации, чтобы они показали, на что они способны. И вот если мы видим, что ребенок к этому готов, значит он на самом деле получает качественное образование. Качество образования необходимо определять в том числе и потому, может ли школьник при необходимости выступить в роли стратега или тактика, работать в команде, отстаивать свою точку зрения. Для этого ребятам из 5, 9 и 16 гимназий устроили дебаты. Для выполнения остальных заданий восьмиклассникам разрешили использовать все возможные источники информации, в том числе и интернет. Главное проявить самостоятельность и справиться с заданием без подсказок учителей. Мы этот метод, хотя мы предложим всем образовательным учреждениям нашего города, ну потому что это немножечко другое, знаете, должна быть альтернатива. Контрольным работам, олимпиадам – это тоже один из, скажем так, инструментов для оценивания знаний школьников. Первый образовательный турнир посвятили воинской славе России, ее истории и современности. А вот будет ли подобный метод оценки качества образования школьника, использоваться в самих школах, зависит от реакции учителей и их готовности внедрять в систему очередные инновационные программы. Сами же эксперты готовы распространять опыт и обучать педагогов данной технологии. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует...